Всем здравствуйте, меня слышно? Да, отлично, всё, меня слышно. Я уже параллельно печатать начинаю, чтобы убедиться, что меня слышно. Всё, отлично. Меня зовут Алёна Соболева, я представляю сеть АКОР, головной офис, центральный офис, мы располагаемся в Москве. Сегодня как раз хотела с вами поговорить об отелях нашей сети на Маврикии. Здравствуйте. Если меня хорошо слышно, я вот сегодня более опытная, я с наушниками, с микрофоном. Я постараюсь обращать внимание на диалог, на наш чат, что происходит. Сегодня будет презентация по двум отелям. Это отель СО Мауритус, СО Маврикии и отель Софитейль Империал Маврикии. То есть по двум объектам нашим я расскажу. По общим вводным. Софитейль, в принципе, это один из наших брендов. Это классический бренд, который с нами, как с АКОРом, уже очень-очень давно. Это чисто французский бренд, это бренд лайфстайл. То есть есть выражение «искусство жить по-французски», вот не спеша, размеренно, в своё удовольствие. Вот это как раз из этой категории. Что у нас... Так, скажите, меня видно? То есть технической поддержки получила комментарий. Меня видно? Да, всё, супер. Первый слайд с презентации видно? Да, всё, хорошо. Тогда коротко тоже, если всё видно, если всё уже подготовлено, все всё видят тоже, то приступлю. По Софитейлю, как по бренду, у нас получается есть со, есть Софитейль. Первоначально был со Софитейль, но мы ушли от этой концепции, осталось только со. В чём отличие между двумя этими брендами? Мы, в принципе, увидим в презентации, но коротко могу сказать, что классика – это love style, это искусство жить по-французски, это не спеша, это классический объект, скажем так, отельный бренд. Со – это больше фэшн, это больше фэшн, больше какого-то креатива, больше арт-пространства, больше выставочного. Если посмотреть по Со в целом, по всему миру, не ударяемся конкретно в Маврикию, то это обычные места, где проходят какие-то фэшн-выставки, где проходят арт-выставки. То есть мы разделяем Софитейль, это больше такой классический вариант, а Со – это для тех, кто любит по арту отдохнуть. По Маврикию я и так в целом понимаю, что вы хорошо знакомы по Маврикию. Грубо говоря, Индийский океан рядом с островом Мадагаскар в пределах по площади, если мы смотрим, там 1900 квадратных метров, насколько я помню. И в целом один из наших курортов, один из наших отелей расположен как раз у основной точки – это Белямбре, а второй ближе к столице Маврикии расположен, к порту Порт-Луис. Что один, что второй недалеко от аэропорта, по нашим меркам недалеко в пределах 40 минут. По самому языку, если мы говорим, язык английский. По основному населению, которое там превалирует, это где-то около 60% идут индусы. Есть также еще китайскоговорящие, есть англоговорящие, как уже сказал, английский язык. Почему английский язык? Потому что до 1968 года, по-моему, в Маврикии был британской колонией. То есть, если первоначально открыли его португальцы, потом он был под голландцами, потом он был под французами, французы его переименовывали, потом, когда он стал британской колонией, он вернул свое название Маврикией. Остров в целом вулканический. Это такая вот, от этого чуть-чуть отошли в историю. Остров вулканический и окружен рифами. Что с одной стороны, там, где наш СО Маврикии, что там, где наш Софитель, империал Маврикии, и там, и там песчаные пляжи. Вот, исходя из этого. Что, начинаем тогда с СО Маврикии? СО Маврикии у нас открылся недавно. Новый абсолютно объект. И он такой яркий. Приступаем. Вот так в целом выглядит картинка. Все в зелени. Перед вами как раз перед глазами бассейн. Бассейн протяженностью 100 метров. Этот бассейн расположен у океана. То есть там буквально несколько метров, и океан рядом. По локации. Сам по себе, что представляет курорт. Вот справа перед вами как раз картинка острова. И мы видим, что курорт находится на самом юге острова. Вот СО Маврикии нарисован как раз. По карте курорта в самом центре единичка. Это у нас ресепшн. Ресепшн – это центральная часть. Рядом 2, 3 – это ресторанная зона. 4 – это зона бассейна. 5 – это тоже ресторанная зона. То есть вот 1, 2, 3, 4, 5 – это зона такая активности больше. Ольга. Это пятизвездочный отель. Оба отеля пятизвездочные. Вот так вот. Все софители – это 5 звезд. Это по умолчанию. В отеле 3 ресторана, 2 бара. Вот один ресторан отдаленный. Вот если мы посмотрим на карту курорта, это левый нижний угол. Цифра 9. Вот это ресторан, который находится на пляже. Это как раз, когда мы хотим отдохнуть, ножки в песке. Вот это идеальный вариант. Рядом цифра 10. Это дом с морскими, скажем так, с оборудованием для какого-то морского отдыха, для водного отдыха. Есть еще вилла детская, детская зона. И, в принципе, прогулочная. По активностям мы видим тоже на карте, что есть теннисный корт. То есть есть практически все виды водных активностей. Даже виндсерфинг есть, есть каякинг есть, кайтсерфинг. На корабле с прозрачным дном можно прокатиться. И в большинстве своем, что в одном, что во втором отеле, идут эти водные активности практически все комплиментарно. То есть бесплатно. По самому отелю, в целом, если мы смотрим, то это отель, номера их 84 стандартных классических номера. Они разбросаны по всему курорту. Вот видите, как будто бы виллы. Это номера. Отдельно у нас существует две виллы. Это как раз вот правый верхний угол. Там две виллы находятся. И есть еще сьюты. В целом 8 сьютов. 94 номера. Вот с виллами, с люксами и с обычными категориями 94 номера получается. Я постепенно перехожу уже на категории номеров и отвечу на ваши вопросы. Не проговорила вначале. Это моя ошибка. Будет розыгрыш. Будет розыгрыш ваучера на проживание. Внимательно следите за интересными деталями. Я не буду делать акцент на количестве номерного фонда или как называют рестораны. На интересные детали. Вот просто. Я думаю, что вы поймете сразу же, как только я начну разговаривать. По самому отелю. Вот как я вам и говорила. Отель и бассейн. Как раз он расположен рядом с пляжем. Вот наша пляжная линия. Пляжная линия буквально 500 квадратных метров. Она впереди. Но есть свои подводные камни. Конечно. Пляж очень красивый. Загорать безумно для фотосессий. Очень популярен для пляжей. Не для пляжей, для свадебных каких-то ханимун. Но есть рифы. И вот так как остров окружен коралловыми рифами, то есть во время приливов-отливов как раз вот эти вот рифы, они находятся рядом. То есть доступ, вход бывает иногда не очень приятным. Не всегда, но иногда бывает. По сезонности, если мы говорим про Маврикий, сейчас там самое холодное время в августе, а в феврале самое теплое время. То есть обратная абсолютная история. По самой территории площадь большая курорта. Как я сказала, 45 минут от аэропорта. По активностям, которые есть рядом с отелем. Рядом с отелем находится тростниковая плантация. Она была запущена еще в начале 19 века ирландским. Там была фабрика. Фабрика, но с, скажем так, с ростом туристического направления на данном острове. Производительность в целом была снижена искусственным путем. Да, она существует. Вот фабрика тростниковая, поля, они существуют, но они не с той активностью сейчас работают, как это было до. В целом, даже если посмотреть, то 45% острова – это в принципе тростниковые поля. Это идеальные условия на этом острове для выращивания тростниковых полей. Тростника, сахара. Далее тоже, если мы переходим. Почему я сказала? Потому что рядом находятся как раз вот эти вот тростниковые фабрики, и очень часто экскурсии туда отправляются. Рядом есть еще природный Natural Residence Park. Это национальный парк, тоже очень популярен. Там есть и природные водопады чистые, и природные бассейны. То есть не искусственно создано, это все природное. Меня удивило, я не ожидала просто увидеть информацию об этом. Очень популярна фотоохота на кабанов. То есть не охота, а именно фото. Если мы любим посмотреть на какие-то животные, либо природный мир, вот это идеально, потому что природные источники рядом и заповедник рядом. Также рядом находится плантация, ее называют «Семь разноцветных земель». Там действительно земля семи разных видов. Тоже экскурсии популярны туда. Рядом с этим же отелем, в целом на Маврикии между двумя нашими отелями очень популярны тоже еще гольф-поля. Там 18-луночное гольф-поле. Там в пределах 10-30 минут. То есть недалеко в целом. Рядом есть еще тоже пространство, где вы можете с дельфинами пообщаться, поплавать с дельфинами. И от основного города, от столицы, час пути. То есть от аэропорта 45 минут, в целом от столицы час. Дальше мы переключаемся. Переходим на номера. Как я уже сказала, это 94 номера. Базовая категория – это luxury rooms. То есть все категории начинаются с этого названия. По площади это 60 квадратных метров. То есть это не малыши стандартные по 30 квадратных метров, как мы привыкли в европейских городах. Это такой вот формат тропический, интересный. По площади ванная комната, она идет с открытым пространством. И из ванной комнаты есть доступ в сад, есть доступ на террасу. На террасе как раз тропический душ установлен. Плюс стоит, вот мы сейчас видим на фотографии ванную, есть еще на улице за террасой тоже ванна. То есть она не такого формата, она больше мини-бассейном, я ее назову. Вот. На фотографии здесь как раз представлено основное, что мы можем видеть в номерах, это не видим ванную. Имейте в виду ванную улицы. Вы ванную со стороны сада еще увидите. То есть это следующая фотография будет. На данный момент ванная основная, которая у нас в обычных номерах, она вот представлена чуть-чуть подальше как раз видна. Там раковина с двумя кранами вот отсюда видно. По основному, что тоже у нас есть, это в основном в ресторане у нас завтраки. Здесь есть гардеробная своя, куфер-станция своя, айпод-станция тоже есть, и музыкальная для тех, кто очень любит музыку. Вот. Видите, как раз на этой фотографии можно проследить. Мы из комнаты смотрим в пространство ванной, выходящий в сад. Вот там, в саду, как раз за окном, окно у нас наполовину перекрывает, вот это вот небольшая такая идет полуванная, полуджакузи, полубассейн. Вот так я могу его назвать, потому что это небольшой бассейн, который есть в обычных категориях. Это вот такой мини-бассейн личный зато. Вот видите, терраса и сады. На протяжении всего курорта протекает река еще. То есть от самого начала она... И рестораны, и в саду, и где-то в номерах тоже вы видите. Она небольшая, но вот на протяжении всего курорта она как раз и проходит. Следующая категория – это категория сьют. Это бич-сьют, это пляжный. По площади 160 квадратных метров. Есть гостиная, есть спальная зона. Что у нас здесь особенного? Есть услуги батлера. То есть это... Если говорить про батлер-услуги, это человек, который находится в вашем доступе 24 часа как личный консьерж. Давайте его назовем. Личным консьержем, который может организовать для вас все моменты. Если нужно засервировать стол, вы хотите вам что-то заказать, он будет рядом, он будет и официантом, он будет и консьержной службой для вас, он будет и человеком, который вам организует какие-то спортивные активности. То есть такая секретарь. Секретарь, который вот всегда под рукой. Он доступен для пляжной, для вилл и для люксов. Батлер-услуги 24 часа. Обычных сьютов подобного формата у нас шесть. То есть мы видим отдельно спальные две зоны. Но здесь по-разному. В целом обычный сьют – это отдельная гостиная и отдельная спальная зона. Плюс отдельная большая терраса с выходом уже. Мы видим в сад и к океану. Вид идет на океан. Вот такие уже у нас аменики, если в целом пространство в ванной комнате идут. Следующая категория – это уже семейные. Их всего два. Они идут двухкомнатные. В одной комнате кингса, из кровати одна большая, а в другой комнате три. То есть для детей. Если мы говорим про максимальную уместимость, то это четыре человека, где из них два взрослых, два ребенка. Три ребенка – это уже тяжело. Три ребенка в том случае, если два у вас спят самостоятельно, а третий маленький спит с родителями в кровать. То есть в этом случае три ребенка – это спокойно можно размещать. Что такое… Какой возраст для детей? На четырех взрослых возможно. Кровати твины в принципе располагают, но так как это все-таки семейный сьют, то считается, что он для детей. Больше для детей второй номер твин, потому что там с детскими активностями, скажем, с детским дизайном он идет. Поэтому не каждый взрослый там захочет уже жить. Но если мы с точки зрения экономии, то, конечно, взрослые могут располагаться. По сьюту тоже батлер-услуги действуют. Мы видим… Вот как раз вот здесь на этой фотографии очень редко виден бассейн, то есть по площади какого-то небольшого такой располагается. По… Вот это у нас выход из гостиной как раз в сад. Там детская. Видите, детская зона. Она как бы… Кровати есть, но они небольшие. Вилла. Вилла у нас по площади идет 365 квадратных метров. Всего у нас их две. Виллы идут на шесть человек, где, может быть, два взрослых, четыре ребенка. Кто как играет уже. В вилле две спальни. В вилле своя кухня. Своя гостиная и своя столовая. То есть по пространству очень большие. Плюс, естественно, батлер 24 часа. Бассейн при вилле. При этой же вилле рядом расположен спа-комплекс. То есть что одна, что вторая вилла, они находятся на территории рядом со спа-комплексом. И стоимость виллы уже включены хамам и йога-площадка. То есть если для обычных категорий номеров, либо для сьютов нам нужно идти через курорт, потому что все-таки номера разбросаны по всему курорту, то зона как раз фитнес, зона велнос, она расположена рядом с виллами. И зона для йоги, для тех, кто занимается пилатесом, йогой – это идеальное пространство как раз. Такая у нас как раз гостиная. Как видите, все в белых тонах выполнено. Ванная, гостиная и особенно вот баструм как раз в виде ракушек. Цветы. Причем цветы у нас на рисунке цветов у нас повсюду. В дизайне всех вообще номеров. Это у нас дизайнер отеля. Это Кинзу Токада. Он проектировал, он не проектировал, он создавал дизайн всех номеров, всех жилых пространств. То есть все, что мы видим, цветовые гаммы, картинки, рисунки, все создано им. И основной лейтмотив, основной мотив, который прослеживается на протяжении всего дизайна – это цветок гибискус. Причем мы заметили, он в ванной был, он в гостиных, он присутствует везде практически. По ресторанам. То есть по номерам мы посмотрели. Это 94 номера, где две виллы и 8 люксов. Остальные все базовые категории, которые лакшери считаются. Первая категория – она 60 квадратных метров и следующая – 160 квадратных метров. То есть по площади очень большие номера и площадь, в принципе, курорта большая. Три основных ресторана. В основном рестораны идут у нас морской кухни, рестораны международные. То есть сказать о том, что это классический китайский ресторан, классический итальянский, классический французский – нет, такого нет. Кухни, в принципе, перемешаны. Вот основной ресторан, где тоже проходят также завтраки – это «Флэфлэмбэйэнд». Ресторан работает на завтраках, ресторан работает на обедах и на ужинах. Шведская линия. Ресторан расположен у зоны бассейна, под огромной крышей. В целом открытое пространство проходит у ресторана. Следующее, вот про что я вам говорила, это отдельно, вот если курорт мы смотрим, вот на карту смотрим, он будет в левом углу внизу. Вот этот ресторан «Ла Флэйдж» для тех, кто просто захотел пообедать, а-ля карт, либо поужинать. На завтраке он не работает. И для тех, кто просто решил перекусить, ножки в песок, отдохнуть, наслаждаться видами океана, ветром, бризом. Идеальный мир. Вот это вот из этой серии. «Токамака Риверсайз» – это как раз вот «Риверсайз» – это то, что я вам говорила. Ресторан, который расположен рядом с основным рестораном, но он у реки. Река у нас проходит через территорию всего курорта, а вот он расположен у реки. Как раз тоже базовый такой ресторан. При нем бар, где можно коктейли попробовать любые, где можно перекусить, просто наслаждаться жизнью, никуда не торопиться. Вот видите, еще бассейн причем, рядом который у нас 100 метров протяженностью, такой вытянутый. По услугам. По услугам у нас пляж 520 квадратных метров, бассейн, про который я уже говорила, рядом он 100 квадратных метров. Экскурсионные туры, которые можно на тростниковую плантацию, на фабрику, которая при тростниковой плантации, заповедник на фотоохоту. Можно заказать любые виды спортивных водных активностей. Водные активности бесплатные, как я вам говорила, из тех водных активностей, которые включены в список. Это каякинг, то есть на байдарках можно. Это просто с маской, с трубкой. Это прокатиться на катамаране. Это на корабле с открытым, с открытым стеклянным дном. В общем, все, что будет представлено в списках по морским активностям, по водным активностям, прошу прощения, это можно будет заказать бесплатно. То, что я вам уже говорила, 24 на 7 – это услуги Баттлера, Wi-Fi, в отеле Wi-Fi. И в отеле, в принципе, можно обменять деньги, там рупии, то есть долларов с евро можно обменять на рупии, потому что это местная валюта. Индийский океан, основное население индийское, поэтому там в основном рупии присутствует. Далее, если мы переходим, это зона у нас спа-комплекса, у нас и детская зона. Детская зона – это отдельная вилла со всеми детскими активностями и детским бассейном. Вот это очень важно. По самому спа всего шесть тридмент-румов, то есть шесть процедурных кабинетов, из них два идут для пар. По активностям, если вы ведете здоровый спортивный образ жизни, вы отдыхаете активно, йога, пилатес, пробежки, вот для вас все здесь как раз представлено. Очень удобно. Можно заказать какие-то, прописать даже спортивные программы, либо с тренером, либо вам поможет с этим батлер. То есть не он пропишет программу, он поможет вам договориться с тренером. Теннисная площадка, вот спортивный инвентарь, который присутствует в зале тоже. Водные активности, как я вам уже говорила, они представлены рядом с рестораном, с песчаным полом. Рядом есть вилла водных активностей. Вот там как раз можно все услуги заказать. То есть это не на зоне ресепшн, это больше вилла с активностями. В целом информация по СОО Маврикию, по новому объекту, она представлена. То есть я вам рассказала, чем можно заняться рядом, какие категории номеров присутствуют, какие номера и какие активности. По дизайнеру, это у нас азиатский дизайнер, литмотивы цветочные присутствуют, все в зелени, все лавстайл, все современное. То есть мы даже, когда просматривали фотографии, саму презентацию, мы видели, что в основном это все модерн, зеленые оттенки, никаких классических дизайн, никаких гобеленов, никаких штор, тяжелых гранд-формата, ничего такого здесь нет. Работает на завтраках, обидах, ужинах. Нет all-inclusive. По тому, как добраться, в принципе, на Маврикии, как добраться в целом на Маврикии, зависит уже от прямых полетных программ и от чартера по ценовой политике. На момент августа, я вчера проверяла стоимость, базовая категория начинается с 22 тысяч рублей, то есть завтраками на одного, а 22 тысяч рублей. Это сейчас, это не сезон. Какие цены будут на сезон, это будет видно уже в феврале, у нас январь-февраль, у нас будет сезон, там уже будет видно. В целом, политика ценовая, она динамичная. Что популярно, это популярен очень длительное пребывание, когда мы, допустим, берем 5 ночей, это я, к примеру, говорю, там отели каждый раз по-разному, берем 5 ночей, платим за 4. По октябрю, буквально сейчас, по октябрю вас стоимость интересует, по октябрю, или вас интересует по сезонности. Сейчас попробую зайти в приложение, посмотреть в октябре, по стоимости, что будет. Я пока перехожу на презентацию, на Софитель, Маврикий, Мауритус, октябрь, давайте посмотрим, октябрь, ввожу с 16 октября по 19 октября, на одноместное. Что для молодоженов? Для молодоженов существуют пакеты свадебные, все на сайте отеля рассказано, по дополнительным, там, как-то у нас популярны цветы, фрукты, шампанское, специальные активности со спа-комплексом. Так, Софитель, Маврикий, у нас на три ночи стоимость будет 86 тысяч рублей в октябре. То есть 86 на 3 делим там в пределах 27 тысяч рублей на одного. Ну, в целом разница буквально в 5-7 тысяч стоимость. Стоимость. Все, хорошо. Так, мы переходим на Софитель Маврикий. По Софителю Маврикий могу сказать то же самое, что он чуть-чуть будет подороже на октябрь. Я просто приложение уже проверяю у себя по стоимости. Там буквально в пределах 10 тысяч будет дороже. Это на октябрь, а вот на летний сезон 2000 разница у них всего. Я тоже вчера проверяла все, смотрела, думаю, проверяла, смотрела, каким образом готовилась к вашим вопросам. По завтракам. Завтраки включены, проходят в основном в ресторане. 6.30 до 10.30. Можно еще заказать шведскую линию обеда и ужина. Вот. Хабборд и фулборд, то есть можно приобрести. По Софителю. Переходим в Софитель Маврикий Империал. По данному отелю, вот как мы видим, это единый комплекс отельный. Здесь 190 номеров. Отель со своим бассейном вначале, он как он идет отельным курортным комплексом. Классический, как мы привыкли. Не отдельно виллы стоять. По всевозможным активностям детским. Это прежде всего, что один, что второй. Это семейные отели. Это отели для пар. Это не Ибица. Вот. Таким образом, можно сказать. Это для тех, кто приехал отдохнуть, позагорать и провести просто спокойно время. Йога стайл с книжкой. Но при всем при этом можно просто покататься по острову, посмотреть достопримечательности, зелень, заповедники. Такой классический формат. Что здесь, что в Советели Империал, что в Соу Маврикии, у нас присутствуют водные активности бесплатные. По локации. Если Маврикий-Со у нас прямо на юге располагался, вот по карте мы видим, то Соу Империал, он располагается больше на западе. Рядом со столицей, больше к столице. Видите, столица на Порт-Луис. Вот чуть-чуть она получается севернее. Северо-запад. Вот так. Характеризуем. Ну, все это Индийский океан. По самому, по средствам, наверное, передвижения, как попасть по логистике. Есть определенные операторы. Это Emirates, это Air France, British Airways, Air Mauritius, Etihad, Саудовские авиалинии и чартеры. То есть таким вот образом можно спокойно добраться. Это если вдруг вы будете искать, кто туда летает. Вот такие авиакомпании ставят рейсы. Переходим далее. Это уже фотография как раз из основного, из корпуса основного через бассейн, выходящий к океану. По категориям номеров переходим на базовые категории. Вот у нас присутствуют две базовые категории. Они одинаковые по площади, 50 квадратных метров, супериор и лакшери. В чем разница? Разница, она идет, ну, вот такая, вид из окна. Здесь вид идет на сад, но причем очень красивый. Это специально японские сады. А в следующей категории вид на океан. То есть там тоже есть сад, но здесь нет прямого доступа, нет прямого вида на океан, а там присутствует вид на океан. Вот и вся разница. Площадь одинаковая, дизайн выполнен в одинаковом формате. Дизайн выполнен в формате китайской архитектуры. Здесь прослеживается в этом отеле хорошо китайская тематика. То есть будет и китайский ресторан активный, и детали в дизайне будут китайские. Вот видите подушка, допустим, черно-красная, которая лежит основной, она с китайским орнаментом как раз. А в целом, если смотреть тоже, в чем интерес еще? Не просто японский сад. Назвали и все. Здесь представлены растительность. Как раз растительность азиатская, которая встречается у нас непосредственно континент Азии. По следующей категории видите уже лакши-рум. По площади то же самое, 50 квадратных метров, кофе-станция, отдельная, вот как раз сафа для третьего человека, как экстрабет. Можно рассмотреть. И вид на океан. То есть если там мы с вами видели, это был вид у нас на сап, то здесь вид на океан. Следующее. Это престиж фэмили-сьют. 75 квадратных метров. Здесь идет две комнаты. То есть их всего 42. Видите, уже цветовая гамма чуть-чуть иная. Ванная комната тоже выполнена в немножко другом формате. Гостиная у нас отдельно. Вот как раз в разрезе видно. Гостиная отдельно. И отдельно спальная зона. Своя большая терраса с видом уже как раз сьюты у нас выходят на океан. С видом на океан. Следующее. Это опера-сьют. Площадь уже, видите, 110 квадратных метров. Есть своя гостиная зона, конечно же. Есть своя спальная зона. И джакузи. В центре как раз вот, даже не в центре, отходя от спальной зоны, как раз вот такая большая джакузи. Вот она. Гостиная комната в каком выполненном формате. Видите свой доступ через японские сады и как раз к океану. По ресторанам, по ресторанной тематике, по ресторанам в целом, если мы будем смотреть, есть основной ресторан, который расположен у бассейна в центре гостиного комплекса. То есть не в самом отеле, а вот окружен. Когда мы смотрели картинку, он получает, если мы со спиной стоим к океану, и вот перед нашими глазами как раз отель, вот как раз в центре вот этого отельного комплекса, бассейн, и ресторан вокруг этого бассейна. Вот так будет проще. Тамасо пляжный ресторан-бар. Здесь же открытый для обедов и для ужинов. Можно заказать. Вот это из китайской тематики. Это Минкор. Это основной ресторан. Ой, прошу прощения, не основной. Это ресторан китайской кухни, азиатской кухни. И вот вторая фотография, которую мы с вами видим, это специальные столы, где шеф-повар готовит для своих участников, то есть для тех, кто любит какую-то активность. То есть мы приехали, нам интересно, когда готовят вот на открытом огне перед нашими глазами. Вот это из этой же серии. То есть можно заказать ужин за данным столом, и перед вашими глазами шеф приготовит азиатские изыски. По тем, кто любит романтические пребывания, для тех, кто наслаждается общением, ханимун, романтические какие-то просто путешествия, либо решили выехать вдвоем, тоже есть с видом на океан, потрясающий ресторанчик открытый. По активностям, по wellness и спа-комплексу. Вот у нас спа-комплекс, бассейн, он идет, не тот основной бассейн, который мы с вами смотрели, где основной ресторан, это другой уже бассейн, он расположен за отельным корпусом. По спа-активностям можно заказать массажи. Здесь можно, здесь есть как для парный процедурный кабинет, так и есть основные. Площадь идет в пределах, по площади спа-комплекс в пределах тысячи квадратных метров. Хамам, сауна комплементарно, бьюти-салон есть, то есть мы понимаем, что не во всех комплексах, не во всех курортах есть свои салоны красоты. Вот здесь как раз салоны красоты есть. Есть фитнес-центры, есть тоже йога-площадка. Вот как раз видно, что из себя представляет спа-комплекс, как раз вот бассейн, рядом водоемы и очень большой, кстати, тренажерный зал. Если мы говорим про тренажерный зал, сравнивая СО Маврики и вот СО, не СО, а СО Фитель, вот Империал, который мы сейчас с вами смотрим, здесь зал больше, значительно больше. Это для тех, кто любит зал. По активностям. Волейбольные. Волейбол есть, есть каякинг также, есть виндсерфинг, есть кайтсерфинг. Но кайтсерфинг – это на курорте. он в целом не в пределах отеля расположен. Он расположен на территории острова Маврики. Вот. С маской можно понырять, там потрясающие коралловые рифы. Кстати, вот для вашей информации я была, не могу сказать, что удивлена, но обратила на это внимание, что срезать коралловые рифы не разрешено. Штраф будет налагаться. И есть еще тоже одно, один нюанс, я тоже на него обратила внимание. На пляжах Маврикии есть, произрастает, либо распространяет, есть два варианта, наркотическая трава, которая, в принципе, и у них у нас запрещена, но она там растет. Если вы занимаетесь, вас поймают, скажем так, на этой траве, в наркотическом каком-то действии, то налагается штраф и высылают сразу же. Будете вы просто гость отеля, либо бы местный житель, будут высылать с острова. То есть там, потому что очень строго по этому формату. Это вот из таких деталей, которые существуют на острове тоже. Что привозят оттуда очень часто, драгоценные камни, потому что они в целом на 40% дешевле, нежели в Европе. То есть европейцы очень активно привозят, специи привозят. Если мы говорим про кухню, в целом Маврикия, не про конкретно наш отель, то, смотрите, специи, все-таки это индийская страна, индийский больше такое по популярности, остров, все-таки индийский океан, остров, если ваши гости, ваши туристы реагируют, лучше при себе что-то вот такое иметь, предупреждать. Там желудочные какие-то приспособления, лекарства. Про, Ольга, ваш вопрос, про море, вход в море, при отливе. Остров окружен кораллами. В целом. У этого отеля, у империала, в целом сложности вот с входом в море я не слышала, но вот сон я слышала. Поэтому лучше тапочки брать. То есть, конечно, шикарный песчаный пляж, белый песок на протяжении всего острова Маврикии, но все-таки остров вулканический, окружен он коралловыми рифами. При приливах, да, естественно, мы шикарно заходим по белому песочку, но все-таки во время отливов бывают вот такие вот варианты. Когда не очень удобно, лучше при себе, конечно, иметь тапочки. По детским активностям. Так как у нас и в одном отеле, и во втором вилла, специально отведенная вилла для детских активностей. То есть, там и мастер-курсы кулинарные для детей, и всевозможные активности, детские бассейны, и какое-то оборудование детское. То есть, все для того, чтобы семейный отдых прошел прекрасно. Когда дети счастливы, родители довольны, ну вот в этом формате все предусмотрено в этом отеле как раз. По свадьбам, то, что вот вы меня как раз спрашивали на прошлом отеле, и вот по этому отелю есть возможность провести свадебные регистрации выездные для фотосессий, для красоты. есть возможность сделать какие-то свадебные коктейли. Все тоже здесь присутствует. По активностям, которые существуют на острове и которые в целом пригодятся для информации, когда туристы спрашивают, а что же делать там в целом, если кроме как не лежать. По активностям, то, что я вам говорила, гольф-клуб, 18-луночное гольф-поле, потом природный парк, заповедник, где есть и водопады, и свои природные бассейны с теплой водой. Есть возможность поплавать с дельфинами, тоже недалеко. На катамаранах отправиться на прогулку. Хайкинг, то есть можно просто гулять по территории острова, по тропинкам. Я вам говорила тоже про многоцветные земляные пространства, которые есть. Вот она как раз представлена. Здесь семь цветов земли. Вот приезжают еще посмотреть на эту особенность. И всевозможные водные активности, как вы тоже видите уже. Это из основных достопримечательностей, что мы можем увидеть. В целом, по презентации данного отеля я закончила тоже. 190 номеров, три основных ресторана, бары. Интересно то, что здесь присутствует китайский ресторан со специальными столами, где шеф-повар для вас готовит горячая кухня. Любое блюдо, которое вы заказываете на ваших глазах за горячим раскаленным столом, как раз и проходит. Что интересного, тоже спа-комплекс. Здесь присутствуют все водные активности, которые есть в ассортименте отеля, будут комплементарны, если это на территории отеля. То есть, если мы с вами говорим про прогулки с дельфинами, естественно, это будет оплачиваться отдельно. Если мы говорим о чем-то за пределами, курорт за пределами отеля. Вот, в целом, по объекту, по отелю все. Тоже работают на завтраках, на обидах, на ужинах. Тоже есть хакборды, есть фуллборды. Свадебные пакеты существуют. Существуют пакеты на повышенной категории. Существуют пакеты на бронируй 7 ночей, плати за 6. Вот такое существует тоже. По, вижу, что печатался вопрос, но он у меня или не исчез. Сейчас я проверю, есть ли у меня этот вопрос. Нет, пока еще. Ирина печатает, и Ольга печатает. Вижу. Запись вебинара будет. По-моему, будет. Мне обещали. Техническая поддержка. Подскажите, пожалуйста, запись вебинара будет. А то я помню, что присутствовать запись будет. Спасибо огромное. По презентациям они тоже будут присутствовать. Их можно будет загрузить. Можно ли бронировать только отель? Что вы имеете в виду? Вы имеете в виду бронировать только отель или без питания, или вы имеете в виду без перелетов? Каким образом? Отточните, пожалуйста, Ольга. Все услуги через консервную службу можно забронировать. Спокойно. Батлер для категории люкс виллы поможет. И через стойку ресепшена. Ой. Ой, Ольга. Вот у меня сегодня тоже, Ольга, была та же проблема, я никак не могла переключиться с английского на русский. Только один отель. Да, можно бронировать без билетов только один отель. Вы можете бронировать его через, извините меня, конечно, booking. Вы можете его бронировать напрямую на нашем сайте. Вы можете бронировать через туроператоров любым способом, который доступен. То есть отель продается самостоятельно, без ограничений. Я сейчас говорила про отель Софитель Империал, пятизвездочный наш отель, который расположен на западе Маврикия. До этого мы говорили об отеле Со Маврикии, который расположен на юге Маврикии. В пределах всего большей доступности. Вот. Вопросы. Если нет вопросов по вебинару, ой, не по вебинару, по розыгрышу проживания. Ирина. Вижу, Ирина печатает и потом уже тогда скажу про условия. Я задаю вопрос, вы мне отвечаете в чате на вопросы. Кто первый ответит правильно, мне уже техническая служба скажет, кто первый был, они мне пришлют имя, то есть не я с вами в прямом эфире это буду делать, мне пришлют уже имя и уже будет известно, кто получил проживание. Велосипеды на прокат я не встречала. То есть я вот посмотрела все по водным активностям было, по хайкингу было, но велосипеды я не встречала. Сказать о том, что 100% их нет, я не могу тоже. Давайте я вот уточню, не люблю тоже это выражение, и вернусь уже с комментариями, либо вы мне просто на электронную почту напишите, там все мои контакты должны присутствовать в вебинаре в контактных данных. Я сейчас еще раз пропишу свою электронную почту, чтобы у вас сохранилось. Вы можете мне задать любые вопросы уже на электронную почту, и я вам вышлю. Если нужно будет информацию, презентацию, скажите мне. Если нужно будет что-то, какие-то вопросы уточняющие, скажите мне. Ну все. Права в любом случае нужны международные. Тут машины берут, берут в аренду, там есть арендистейшн. Насчет того, что можно ли взять машину в аренду в отеле, я вам не подскажу, но в отеле могут сориентировать, где взять. Проще всего брать в столице и ехать уже. Ехать уже со своим автомобилем в отель. Так проще. Естественно, с международными правами. По розыгрышу. Как я уже сказала, по условиям. То есть я задаю вопрос. Первый, кто ответит в чате, мне уже техническая поддержка напишет, получивший, правильно ответивший, уже получит проживание в одном из наших отелей на проноченье. Итак, вопрос. вопрос. у нас в одном из отелей присутствует обязательный элемент, разработанный дизайнером кинзо, такада, который везде. и вот название. В принципе, да, вы правы. Просто техническая поддержка мне уже скажет, кто прислал первый, потому что я уже вижу-вижу-вижу-вижу много. Вы очень внимательно слушали, я рада, правда. Если вы сразу же мне моментально выдали всю информацию, значит, вы слушали внимательно. Я надеюсь, что был полезен вебинар. Вебинар, презентации будут доступны. Моя электронная почта тоже в вашем доступе. Презентации пришлю, если запросите. Вот, если есть, я решила дослушать вопрос, Элеонора мне написала. Если у вас есть какие-то комментарии, еще какие-то дополнительные вопросы, пожалуйста, задавайте. Я буду рада на них ответить. Если вопросов нет, то тогда я вот уже пожелаю вам просто хорошего дня, отличной рабочей недели. Вот. И всего только самое замечательное, чтобы было хорошее настроение. Спасибо вам огромное за присутствие. Так, файл для скачивания доступен в окне. вы можете скачать софитей империал и вы можете скачать соу маврики. На данный момент это обе презентации в пауэрпойнте. Ну вот, как раз моя техническая поддержка мне то же самое сейчас написала в чате. Я как раз увидела у себя на экране. Спасибо вам огромное. всем хорошего дня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...